И всем привет, ребят, с вами Мистер Ваник, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен анонсу всех праздников, сегодня у нас четверг, а это значит, что уже завтра стартуют у нас ивентовые выходные, и не только выходные, но и вся последующая неделя, начнем сегодня с международного женского дня, именно 8 марта, именно к этому всему будет посвящен наш ближайший ивент. Скидки не изменились, я честно говоря думал о том, что могут сделать на 8 марта 50% скидки, но, к сожалению, 50% скидок у нас нет, и это повышает шанс 70% скидок непосредственно на 8 марта, поэтому держим в голове, что такое может быть. Ну а так, скидки дефолтные, 50% ничего сверх удивительного в этом плане я для себя не вижу, все по дефолту, все по стандарту, спецрежимы имеются у нас два. Первый спецрежим это Джиггернаут Соло на картах Кунгур, Йоркшир, Соликамска, я, ну честно говоря, не скажу, что прям мега крутые карты, но, окей, посмотрим, увидим. Джиггернаут Соло это, я думаю, что должно быть интересно, 24 игрока в бою можно, плюс повышен шанс выпадения золотых ящиков, то есть, соответственно, будет довольно большое количество легких корпусов, которые можно будет чпокать, фокусить на том же Джиггернауте, делать большое количество киллов, но или просто ловить золотые ящики на тех же самых легких коперах. В принципе, на предыдущем подобном ивенте, который был 14 февраля, когда мы ловили голды на Рио Борде и третья карта у нас была какая, Серпуху, тоже было очень неплохо, мне понравилось, возможно, и здесь будет все неплохо смотреться. Ну а второй, вторые выходные с 13 по 15 у нас будет команда на команду, TDM-очка на вас по молотах, новый режим, Дюссельдорф. Такого я еще не видел, выглядит очень странно, спорно, неоднозначно. И здесь у меня, честно говоря, есть большое количество вопросиков, но поживем-увидим, зайдем, посмотрим, тогда уже будет получше, я думаю, что понятно, что и как работает и насколько это эффективно можно будет реализовывать. Что-то новое? Возможно, интересно, возможно нет, но надо тестить, надо смотреть. Ведь радует, что не какая-то опять дефолтная фори-рельса на песке. Так, по магазину я уже сказал, скидки есть, новые спецпаки, в принципе, об этом, я думаю, что говорить не стоит. По миссиям все по дефолту, все по дефолту, новые миссии есть, и радует меня то, что есть здесь один день према, это возможность ребятам заработать дополнительные кристаллы, не донатив в игру, при том раскладе, что есть большое количество ребят, которые не покупают. Премочку, и здесь они могут просто ее получить с супермиссии, заработать все эти, как бы, призы, и что-то в общем и целом наформить. Но тоже, друзья, как бы, ну, эти все миссии уже тоже начинают надоедать, все одно и то же, то есть 14 февраля, 23 февраля, теперь 8 март. При том раскладе, что у нас были до этого дисконт-викенды, еще всякие дополнительные разные движения, и здесь все с точностью одинаковое и то же самое. Пора что-то придумывать новое. Ну и, как бы, атмосфера написана так же, двойные фанды и опыт с 5 марта по 15 марта рестарт. То есть у нас опять имеется полноценных 10 дней, полторы недели фандов и опыта. Опять увидим новые рекорды, что ли? Надеюсь, что нет. Список обновлений, друзья. Теперь переходим к тому, что я пропустил в прошлый раз. И как-то у меня оно улетело, но сейчас, вот, видите, я все вижу, все контролирую и в этом плане не ошибаюсь. У нас добавляются новые устройства и еще два на рельсу. Сегодня, к слову, вышел видос с устройствами на рельсу, с двумя, которые были. У нас есть эми-снаряды. И что у нас еще есть новые? Крио-снаряды. Эми-снаряды и крио-снаряды на рельсу. Здесь, я так понимаю, что повышается урон на рельсу именно с этим устройством. И при попадании противника отключают все расходники и запускают кулдаун на 6 секунд. Это вот довольно длительный период времени. Возможно, это устройство будет себя довольно круто показывать. Поэтому, если хотите тест устройств, обязательно, друзья, пишите по этому поводу в комментариях. Ну и крио-снаряды понижают температуру на 100% от минимальной температуры. У первого и последующих целей про пробитие на 0,5 секунды. 0,5 секунды это очень мало. Я думаю, что вот именно это устройство не будет себя так максимально качественно показывать. Плюс еще разогрев на 20% медленнее. То есть, ну, такое типа. Зато изменение двух тех устройств, которые я тестил, и которых я говорил, что надо улучшать. Вернее, не двух, походу. Одно только исправили. Да, с поджогом, походу, ничего не поменяли. С поджогом... Нет, с поджогом нет изменений. Зато со станом есть изменения. Теперь станет корпус не на одну секунду, а на две секунды. В два раза больше стан, возможно, будет работать прикольно. Изменения с устройствами на Гаусс. Электромагнитный залп. Это то устройство, которое отключает расходку теперь в радиусе. Будет отключать расходку не на 20 метров, а на 13. То есть, соответственно, намного меньше танков в радиусе будет стопаться. И тем самым происходит нерв данного устройства, с чем я, наверное, даже согласен. Потому что, ну, очень много начинает появляться этих электромагнитных залпов. И бывает бесит. Да, хоть и я и сам, как бы, бывает. Иногда его одеваю. Но я могу и пережить, как бы, этот момент. И просто его не брать, как и раньше. Например, играть на условном адреналин. Но! С таким нерфом апают другое устройство. Бронебойный залп. Это пробитие на Гаусс. И если раньше, при сводке, вы не наносили сплэш пробития, то теперь это пробитие будет с нуля увеличили до 6 метров. То есть, ну, если, например, у электромагнитного залпа было 20, стало 13. И я бы сказал, что это работает, ну, довольно-таки на близком расстоянии, да? 13 это будет еще ближе. То есть, это будет расстояние в районе одного танка. То есть, скорее всего, пробитие на Гаусс будет работать только при том раскладе, если вы, например, сводитесь в центр кучки танков. Например, в режиме осада. И вот все те танки, которые будут стоять с данным танком, в который вы сводитесь, рядом, прям в упоре, они будут с пробитием. Все те, которые хотя бы чуть-чуть будут откатываться, и между ними уже будет какой-то промежуток расстояния, да, там, ну, хотя бы там, ну, не знаю, сколько там, десятая часть танка, да? Я думаю, что они уже пробития не будут наносить, да? Но так, если в упоре танки будут стоять, с пробитием всем будет накладываться, я думаю, что это будет больно. Это будет больно, и в дальнейшем пробитий резистов, вернее, иммунитетов и пробитий станет больше у нас. Также изменения у нас есть в всяких текстовых моментах. Если вам интересно, вы можете быстренько все это дело, конечно же, прочитать. Я не особо, как бы, здесь хочу что-то выделять, за исключением то, что добавлена маркировка друзей соклановцев другим цветом в боях. И это было бы уже пора сделать давно, что было у нас, например, на флэше. Теперь это будет у нас на HTML, и надеюсь, что на HTML будет также показывать тех игроков друзей и соклановцев, которые будут играть против. Если у нас на флэше то оно работало, то оно не работало. Там тап нажал сначала показало, потом тап нажал, потом не показывает уже. То здесь я хотя бы надеюсь на то, что будет это стабильно работать. И еще один момент, который забыл сказать. Овердрайв корпуса ARES, теперь, когда вы его прожимаете и умираете, не будет спускаться до нуля. Я играю на ARES, с этой проблемой сталкивался очень-очень часто, и я очень доволен, что теперь полностью этот заряд спадать не будет. Это очень неплохо. Ну и последнее, что у нас есть из обновлений, это Hunter HD. Ну что я могу сказать, я не фанат вот этих вот всех корпусов уникальных, и не особо смотрю на все эти скины, и прочие моментики, и как-то там реагирую на это. Ну, появляется, да, и появляется. Кому-то это интересно, кому-то это нет. Мне лично не особо. Ну и здесь как бы тоже написано про Эми снаряды, про Трио снаряды, то что эти два устройства у нас появляются. Поэтому как-то так, какой-то такой праздник. Я из того, что ванговал... Ну, дефолт на ванговал это точно. Если сейчас еще на вангую и реально 8 марта сделают у нас 70% скидки, вот это будет круто. Реально круто. Если же такого не будет, то, ну, увы и ах, к сожалению, такой себе изменил ванг. Но я надеюсь, что это все дело реально, и мы увидим вместе с вами аппетитные и сочные 70% скидки, помимо того, что мы имеем. Поэтому продолжайте фармить. Я думаю, что многим нужны кристаллы. Зарабатывайте, покупайте новые вооружения, ждите 70% скидки. У меня, друзья, на этом все. Если понравился такой краткий обзор, и вы так же, как и всегда, ждете последующих обзоров на подобные все ивенты, новости, которые у нас выходят, то поддержите видеоролик лайком. Мне будет очень приятно. Ну и если не подписаны на канал, то обязательно тоже подписывайтесь. Пишите, что вы думаете по всему этому поводу, по всем этим обновлениям. И записываем видос с Рисой с новыми устройствами. Пишите, друзья. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok